Всем привет, вы смотрите новости ММА, а меня зовут Андрей Антонов. Неожиданные новости, друзья. Хорхе Масвидель снимается с боя на турнире UFC 269. Это еще раз показывает, что Леон Эдвардс действительно как был самым невезучим чуваком в спорте, так им и остается. Долгожданный поединок Хорхе Масвиделя против Леона Эдвардса не состоится, так как Масвидель выбывает по причине травмы. Какая именно травма, пока не называется. Хантер Кэмпбелл, главный бизнес-директор UFC, также подтверждает эту новость у себя в заявлении из Пен. Эдвардс отреагировал на эту новость, разместил твит, в нем говорится «Разочарован, но, честно говоря, я знал, что он жульничает и не хочет драться со мной в любом случае. Он был всего лишь остановкой на пути к титулу. Цель остается прежней. Надо побыть с семьей. Комар Усман, мы увидимся в ближайшее время». Леон Эдвардс находится на серии из девяти побед. Его последнее поражение было против Комару Усмана. Теперь Эдвардс надеется снова встретиться с Комару в 2022 году и на кону их поединка будет титул чемпиона по среднем весе. Что надо отметить? Сразу несколько парней, включая Хамзата Чимаева, Белала Мухаммада, Гилберта Бернса проявили интерес к поединку с Эдвардсом. И давайте послушаем их реакции. Начнем с Хамзата Чимаева. Он опубликовал в твит, в нем написал «Давай, бро, сделаем это!» Внимательные болельщики, те, кто разбирается в ММА, понимают, что тренировка для поединка против Хамзата сильно отличается от тренировки для боя с Хорхе. Вряд ли ли он примет этот поединок в кратчайшие сроки. А если и примет, то большие шансы на то, что он может проиграть. Белал Мухаммад, который заменил Чимаева против Эдвардса в начале этого года, в марте месяце, готов ко второму бою. Первый, напомню, закончился ноу-контест после случайного тычка в глаз. Гилберт Бернс также бросил вызовы Эдвардсу в твиттер. Теперь будет интересно посмотреть, выберет ли Эдвардс одного из этих парней для поединка 11 декабря, или все-таки откажется от участия на UFC 269. Колби Ковингтон издевается над Хорхе Масвиделем тем временем, упрекает его за отказ от боя на турнире. Масвидель хрупкий парень, вышел с обиженными чувствами, пишет Ковингтон. Кто это предсказывал? В видео Колби Ковингтон предполагает, что Масвидель должен слететь с бою с Эдвардсом, чтобы вместо этого сразиться с ним, с Колби Ковингтоном. Я думаю, что наиболее логичным шагом является бой с моим старым соседом по комнате Масвиделем, говорит Колби на пресс-конференции после UFC 268. Он, вероятно, должен отказаться от этого боя с Леоном, и мы должны провести свой бой. Что отметим, прогноз Ковингтона уже наполовину сбылся, но все-таки степень тяжести травмы Масвиделя неизвестна, неясна. Бой с Ковингтоном, безусловно, имеет большой смысл и интерес среди болельщиков. В настоящее время нет никаких обновлений о том, останется ли Эдвардс в карте, или бой все-таки перенесут. С кем бы вы хотели увидеть Леона на турнире UFC 269, напишите ваше мнение в комментариях. Спасибо большое, что досмотрели до конца, надеюсь, новости вам понравились. Буду продолжать вас держать в курсе событий. Всем спасибо, до скорого! Субтитры подогнал «Симон»!